Я объявляю следующего нашего спикера. Это человек, который должен быть вам знаком. Мы сегодня здесь вспоминали ресурс Doe.ua. Кто-то его знает, кто-то о нем что-то слышал, знает. Задевался он, насколько я знаю, как аналог Hub and Hub. Но он получил другой формат. Я его читаю еще с того времени, когда он назывался Developerscore.org.ua. Потом он обратился за Doe. Сейчас у нас здесь организатор Doe и CEO ресурса Gini.com. Макс Тыщенко, Киев. Макс не на все мероприятия приезжает сюда, он приехал специально для вас. Макс Тыщенко, спасибо большое за привет. Меня зовут Максим. У меня два проекта, которыми я занимаюсь все свободно, без деля время. Это Doe сайт для программистов и Gini сайт для поиска программистов. Очень удобно. Но вообще я не буду рассказывать. Есть среди вас студентов, люди, которые запускали свои проекты, стартапы, что-то пытались делать самостоятельно? Нет? Нет? Я кого? Ну все, до свидания. Ну давай с проекта начнем. Так, один проект есть, два, три или два. Ну хорошо. Я вот люблю запускать свои проекты, мне кажется, это самое лучшее, что прям можно делать. И все, кто этого не делают, они что-то не понимают этой жизни. И поэтому у меня, естественно, предвзято свое отношение ко всей этой истории. И я вам расскажу какие-то эпизоды из жизни Gini, из жизни проекта. Но основной посыл, который для меня важен, который я вам хотел сказать, это о том, как клево делать свои продукты. И о том, что этого можно научиться, это не является какое-то, ну то есть, типа, беннадное состояние. Ты либо умеешь делать, либо не умеешь. Это как с любой профессией, как с любым навыком. То есть, у тебя есть континьюм, ты начинаешь с нуля и развиваешься, становишься лучше, эффективнее и так далее. Вот Gini – это сервис анонимного поиска работы. То есть, вам, ну, по идее, это совсем неинтересно, вы студенты. Но вот для людей, которые уже работают где-то, вот, и они хотели бы, может быть, поменять работу, но не хотели бы, чтобы об этом раньше времени узнали на их текущей работе. Вот в этом контексте очень прикольно искать работу анонимного. Так, чтобы твои коллеги не знали, что ты собираешься свалить, если что-то найдешь. Началось это все, как бы, сам проект начался случайно, когда… То есть, идея была подсмотрена в скайпчате, когда там рекрутеры, вот эти одесские интершопы, вот, рекрутеры, общаясь в скайпе, они друг другу программистов перепродавали. То есть, там, типа, мне нужен джангизм. Я, как, куплю QA-девелоперы за бонус. Вот, они друг другу перепродавали этих девелоперов, появилась идея сделать сайт, ну, типа, такой сайт, где девелоперы сами смогут себя продавать. То есть, не рекрутер будет подавать заявку, что вот есть QA на продажу, ну, или на продажу, понятно, на работу, а программист сам сможет сказать, вот, я есть QA, у меня два года опыта в Одессе, и я хочу работу от двух тысяч, решите мне. Вот, так появился джанг. Сейчас, то есть, это было примерно два года назад, у нас там было буквально на днях тысячный лайм, то есть, тысячный человек, который нашел работу через джанг. Вот, 60 тысяч контактов, которые рекрутеры сделали вместе с кандидатами, вместе. И один сотрудник, это я, ну, фуллтайм, плюс еще у нас портал есть, помощники. Вот, это, как бы, контекст про джин. А теперь про то, про какие-то конкретные вещи, вот, которые я делаю, которые могут быть полезны, если вы будете делать свои какие-то продукты. С первых нескольких месяцев после запуска джин был совершенно бесплатен, то есть, все могли хать этих людей и ничего за это не платили. Вот, ну и в какой-то момент я решил, ну ладно, это прикольно, надо, наверное, зарабатывать. И я начал придумать монетизацию, какие-то способы монетизации. Ну, до банерной рекламы я, как бы, не додумался. То есть, было понятно, что это, очевидно, тупиковый вариант. Я сразу рассылать его более продвинутые. Заправки сообщений, например, можно было делать платными. Или можно было заплатить, там, 50 долларов в месяц за unlimited доступ. И еще, еще. То есть, я там, в конце концов, то есть, я где-то начал, там, с марта придумать разные способы монетизации. Каждые две недели я придумал, ну, каждые две недели я пробовал, но он не работал. Я его вставлял, набавлял еще один. Вот, и к маю там у меня скопилось штук пять. Такой, короче, монстр получился. Было сложно даже объяснить человеку, который зарегистрировался, вот как тут вообще платить. Ну, типа, вы можете купить на месяц, но еще у нас есть сообщения, некоторые из них сгорают, каждый месяц, некоторые нет. Некоторые кандидаты бесплатные, потому что они джуньеры, мы, типа, как гусары с джуньеров не будем. И сложно. А, еще некоторые кандидаты стоят дороже, потому что они, типа, горячие. Вот. И, ну, в общем-то, стало понятно, в общем, это, как бы, что этот голен не может работать. Вот. И появилось, ну, появилось. Подсказали мне прорывную идею все упростить. Оставили только один способ администрации. Это оплата за мать. То есть, если вы просто ходите на джин, пользуетесь там поиском, пишите сообщение, это все бесплатно. Но если вы, как работодатель, кому-то наняли, то вы должны джину заплатить процент. Не важно, это джуньер, это синьер. Не важно, кого вы наняли. Если в прошлом платье не было больше денег, либо меньше, в зависимости от кандидата. Вот. Вот. Это, как бы, один сделал. И сразу... Что там поменялось? Что там поменялось? Что там поменялось? Сразу оказалось... То есть, вот до этого я считал, то есть, какая стоимость. То есть, сколько мы зарабатывали на найме кандидата. То есть, получалось, что люди покупали сообщение по 2 доллара, поставили 10 сообщений и нанимали. Получалось, что джин заработал 20 долларов на найме. То есть, как мы брали эту схему с сообщениями, все вот эти сложные, оставили одну с процентом, и казалось, что в среднем за найм мы стали получать не 20 долларов, а 200. Что, в принципе, удобнее. Если вы планируете рисовать сервис, вам, скорее всего, нужны деньги для того, чтобы понять программистов. Они дорогие. Даже если много в JS не брать, если взять обычных хпшников, они тоже стоят денег. Нужны деньги на рекламу и так далее, на офис, может быть, на поездки в Калифорнию, типа, в СМС. Это все стоит денег. Ну, мы же стартаперы, я не знаю. Это ж не скучный офис. Вот. Ну, и поменялась эта схема, сразу, как бы, пошли деньги. И, в смысле, сразу стало понятно, что вот это работает. И, то есть, месседж, вот, как бы, есть, summary урока. Такое, что, ну, хорошо, если вы собираетесь делать ремешечный проект, сразу подумать, как его можно монетизировать. И сразу, ну, как бы, просчитать. Ну, вы же все умные, да, вы же финалисты. Ну, потому что, то есть, ну, в Excel можно довольно легко посчитать, что, если вы, типа, двадцать долларов за найм, то в месяц во всей стране Украины нанимается, там, тысяча программистов. И даже, если вы все будете наниматься через джин, то это, там, десять, двадцать тысяч долларов, что, как бы, как-то мелко, да. То есть, бюджет, наверное, одесской эволюции, там, рекрутинг, в месяц больше двадцати тысяч. Вот. Это был герой урок. Второй, другое, про привлечение пользователей. Обычно, когда общаешься с друзьями, ну, или с какими-то людьми, они им рассказывают. Ну, вот у нас есть идея такого проекта, вот мы это сделаем, и вот там он будет классный. Окей. А откуда вы возьмете пользователей? И обычно, ну, самый простой и наивный ответ неиспешенных и стартамеров говорят, ну, мы купим рекламу. То есть, там нужны инвестиции, вот мы сейчас возьмем двести тысяч в каком-нибудь бата или двадцать. И мы на эти деньги, значит, купим рекламу и все. Вот. И так не работает. Сейчас покажу почему. Я вот тоже так думал. Я покупал рекламу на джин. То есть, у меня была... То есть, я покупал рекламу на LinkedIn, на Facebook, на Google Adwords и на Google Adwords. И на Google я купил вот в разных местах. И оказалось, что все плохо. Ну, то есть, вы на циферке, можно их смотреть, там внизу цены на фейл. Вот. Смысл в том, что там, ну, некоторые продают стоимость там великий, нужно платить за показы, там еще за что-то. Вот. Вы покупаете некоторое количество заходов на ваш сайт. И какая-то часть всех заходов превращается, например, в пользователей. Тут, в моем случае, в кандидатов. И кого-то из этих кандидатов, может быть, когда-то наймут. Вот. То есть, экономика такая, что если вы, например, привели на сайт тысячу программистов, из них, ну, за каждого заплатили по доллару. И из них наняли одного и заплатили вам двести долларов. Получается, вы потратили тысячу, а у вас осталось двести. Это не очень хорошо. Особенно, если вы потратили много тысяч, то вы очень быстро все свои, все свой капитал, который у вас теоретически есть, вы его сожжете и ничего не останется. Вот. Поэтому, как бы, реклама – это такой очень наивный ответ. На самом деле, все зависит от кучи факторов. То есть, насколько хорошо работают люди, которых вы приводите на сайт, насколько они вам подходят. То есть, вы, например, весите биллборд в Одессе, приходите на джин, даже если придет куча людей, скорее всего, программистов среди них будет мало, и мы потратим больше денег на рекламу, и ничего на это не заработаем. Вот. Либо, там еще какие-то факты. Либо, например, если мы по двадцать долларов зарабатываем на ладонайде, даже если мы очень дешево скупаем рекламу, но не может получиться, что она не все равно будет ориентабельна. Потому что по двадцать долларов ничего нельзя купить. Вот. И есть такая, как бы, воронка. То есть, если мы говорим про платную рекламу, то, что я, как бы, за себя вывел, как вывод, то платную рекламу можно покупать, тратить деньги на рекламу, все, как вы решили две предыдущие проблемы. Самая первая проблема, проблема, ну или веха, это retention. Retention по-русски, как будет? Кто знает? Retention по-русски. Удержание. Удержание, да. Удержание. То есть, если, например, у нас сайт пришло 100 человек, и на следующий день вернутся один, то из этих 100. Скорее всего, сайт, ну, то есть, вы никакой ценности для пользователя не принесли. То есть, если никто не захотел обращаться на этот сайт, то через день, через больше, через пять, то это бесполезный сайт. Ну, то есть, он ценность очень маленькую принес, то есть, там, одноразовую. То есть, можно бесконечное количество трафика покупать, но все эти пользователи, они, ну, как дырявые дроны, все пропадут, то есть, уйдут и не вернутся. Facebook, у них есть метрика, там, пять дней из семи в течение недели, когда человек приходит на сайт, это считается какой-то ингредиентно активным пользователем. Ну, может, у вас не Facebook, но все равно должно быть какое-то количество пользователей, должно задерживаться. Иначе, даже если, там, миллион человек придет завтра, то завтра из этого миллиона останется десять. И, ну, все, все напрасно. Второй, после того, как вы решили проблему удержания, то есть, люди, которые один раз узнали о вашем продукте, они, ну, возвращаются, после этого можно решать следующую проблему, окей. Какой процент тех, которые вообще приходят на сайт первый раз, какой процент из них остается? Это зависит от кучи партнеров. Насколько у вас удобна регистрация, или нужна ли она, в принципе, да? Там ВКонтакте, или нужно там форум заполнять из пятидесяти полей. Вот. Насколько они вообще поняли, о чем это? То есть, они пришли на сайт, думают, что это интернет-магазин фототоваров, а вы, на самом деле, курсы продаете, да, для фотографии. То есть, ну, если я неправильно понимаю, то, ну, все равно ничего хорошего не получится. После того, как уже есть и то, и то там, на втором шаге обычно, ну, хорошее считается, что, знаете, там, хотя бы пять процентов. То есть, если 100 человек, которые пришли, хотя бы пять, остались с вами. Ну, а лучше десять, а лучше 15. Ну, глядя, более, там, больше двадцати, но какие-то. То есть, если это один процент, то явно все плохо. Вот. И вот только после того, только после того, как эти две части лишены, можно уже тратиться на рекламу. Вот явно Gini два года потратил, лишив первых две части более-менее. Вот, там, с ноября только, ну, смог себе позволить тратить деньги на рекламу, не боясь, что это, ну, совсем, как бы, пустоту. Вот. И это был второй урок про рекламу, о том, что реклама — это не панацея, и наивно думая, что потратить кучу денег — это автоматически решить проблему вашего.